Вы пригласили меня в этот институт, я никогда в этом институте не был. Понятно, что я испытываю некоторый страх, потому что я не знаю, какая аудитория. И я должен вам сказать, что и страх, и комплекс неполноценности, потому что я обычный зоолог, в зоологии не всегда считается, что это какая-то наука. Это такая книга, которая вышла в 1970-х годах на русском языке, а на английском языке она вышла в первой половине 60-х годов. В ней, в общем, описывается развитие научного знания. Ну, в общем, примерно так, как мы и без этой книги это представляли. То есть, что вот в науке есть периоды такого гладкого развития в рамках определенной системы взглядов, в рамках определенной научной парадигмы, а потом происходят резкие такие перемены этих взглядов, слоу старых представлений и формирование новой парадигмы. Ну и лучше всего это, скажем, было демонстрировано на развитии физики, вот когда в конце 19-го века оказалось, что физика полностью закончена, и только осталось два необъясненных эпизода таких, это вот излучение абсолютно черного тела и отрицательный результат опыта Майкельсона Молли. И казалось, что вот они только будут объяснены, и здание физики будет полностью закончено. Но из первого выросла квантовая механика, а из второго — теория относительности. Сейчас в физике произошла незамеченная в обществом новая революция, когда была открыта темная материя, а потом еще темная энергия, и в сумме они составляют 95% материи во Вселенной. И те законы физики, которые мы знаем, относятся, получается, только к 5%. Темная энергия, темная материя — это какая-то, значит, материя, не имеющая атомного строения, то есть ни электронов, ни марионов, ни нет, а темная энергия, вообще-то, это антигравитация. Вообще-то, общество должно было это заинтересовать, но как-то общество этим не интересуется. Зоология, я еще раз говорю, она не очень рассматривается как наука, и известно, что, скажем, Резерфорд выражался таким образом, что все науки делятся на физику и коллекционирование марок. А Ландау на семинарах, когда ему не нравились какие-то доклады, он говорил, что это не физика, это уже зоология. Так что, ну, наверное, наука не очень наука, меня это, в общем, не очень раздражает, она мне и так нравится, даже если это не наука, в общем, много хороших вещей, которые не наука. И вот, например, не наука, другие вещи, они тоже все хорошие. Но, тем не менее, развивается зоология по таким же законам, как и остальные вполне нормальные науки. И все мы, и вы, и я учились в школе, учились в каких-то высших учебных заведениях, и, в общем, структура, вот, система животного царства, эволюционный путь животного царства, ну, представлялся примерно вот так, как здесь вот изображено. То есть на первых этажах были, значит, какие-то там, значит, кишечные полоски, потом, значит, были плоские черви. И вот в этой вот системе была такая заложена, в общем-то, в довольно явном виде представление о такой прогрессивной эволюции, там, от простого к сложному, вот, что, в общем, соответствовало, на самом деле, таким идейным и философским, подшпудно, так сказать, неосознаваемо даже, вот, разделяемым взглядом на все, так сказать, это была очень характерная такая идея прогрессивного развития, она была очень характерна для 20-го века. Применитные к биолатерально-симметричным животным, соответственно, значит, вот мы считали, что есть, значит, паренхематозные животные, это плоские черви, турбилярии, и в учебниках что получается? Вот если вы откроете любой учебник, не только российский, любой, значит, и иностранный учебник, большинство иностранных учебников, английские учебники, скажем, американские, ну, не всегда немецкие, но вот, тем не менее, там, после кишечнополосных, скажем, всегда идут плоские черви, и подразумевалось, что от плоских червей там, когда произошли первичнополосные черви, то есть, там, вот, круглые, там, черви, нематоды, коловравки, у них, значит, уже есть, в плоских червей нет, возможно, кишечника, а в круглых червей появляется, значит, скажем, кишечник, потом, значит, первичная полость тела, несколько такая некая, там, полость первичное тело, а потом появляется вторичная полость тела, и вот эти, значит, вторичные животные с вторичной полостью тела или в целом, они как бы подразделяются, вот, эволюционно, на две ветви, первично-родные и вторичные животные, мы с вами, стало быть, относимся к вторичные животные, что на этой схеме тоже изображено. Она тоже подразумевает, вот, такую идею, идею, такой прогрессивной, что ли, эволюции. На самом деле, как большинство зоологов, как бы не очень даже знают, а кто, собственно, такую схему разработал, кто вот эту парадигму создал. Зоология вся вот развивалась в пределах вот этой вот такой парадигмы. Для зоологии это вот была такая парадигма. Это то, что мы изучали с вами в учебниках и в школе изучали. Школьная программа так построена. Была и есть и вузовская программа так построена. Была и есть, ну, во многих, во всяком случае, в вузах, если судить по учебникам, по которым учимся, и мы, и за рубежом тоже самое. У нее есть автор, это на самом деле австрийский зоолог Гробин, который в 908 году, собственно, предложил эту схему и разделение животных на первичнородных и вторичнородных. Я обращаю ваше внимание, что даже тогда он не мог опубликовать эту работу, скажем, в каком-то научном журнале, скажем, «Сеологише Ансагер» или «Цачинтфюг и Сеншафтных и «Цеологи» или «Сеологише» или «Ятбукер». А вот пришлось публиковать в «Известиях», так сказать, «Зоологи ботанического общества», то есть сборники, к которым мы сейчас относимся как бы с высока, так сказать. Потому что, ну вот, и тем не менее, эта идея стала парадигмой. Конечно, как вот Кун, автор вот этой книги про научные революции, понятно, что в этой схеме масса была противоречия. Это очень типично. Когда формируется какая-то парадигма, это не значит, что в ней все ясно. Просто на ней понятные противоречия специально закрываются глаза. Если вы не будете на ней закрывать глаза, будете о ней все время думать, то и жить будет невозможно. Понимаете? Эта женщина, из которой ты живешь, ты тоже должен на какие-то недостатки закрывать глаза, а иначе все, вся семейная жизнь превратится в спор о том, кто будет первым иметь сковородку. Понимаете? Вот ты должен на это как-то вот и с этой вот спорадигмой тоже. Тут ясно, например. Ну, парентиматозные черли турбилерии. Кто из вас не знал, что у них внутреннее облотворение, необычайно сложная половая система, ну и чудовищные какие-то просто навороченные сперматозоиды, которые просто представить невозможно. И что? Вот из них можно вывести наружное облотворение, скажем, Дерриса или там Ниди, или морского ежа, и там совершенно примитивные сперматозоиды, и все практически, никакая половая система, так сказать, вот просто яичники наружу открываются. Это все можно вывести из внутреннего облотворения плоских черлей? Ну, конечно, нет. И когда вот так эти... Это вообще школьная уже становилась понятна. Ну, а когда задаешь эти вопросы, скажешь, ну, Таркей Васильевич Иванов, он же на самом деле... Вот эту схему... Я тоже самое... То есть тоже давно уже живу на свете и преподаю. Я как-то эту схему, значит, преподавал в зоологии, читал в лекции. Ну, задают же студенты вопросы. Ну, как вот это вывести? Это все из плоских черлей. Ну, да, вы понимаете, ну, наверное, были вот более примитивные, у них было наружное облотворение, вот от них это все, вот и так далее. Вот у них, в большинстве, кстати, в турбелярии прямое развитие. Из яйца уходит просто турбелярия. А как тогда вот? А у морских яжей, скажем, на самом деле у полихета это просто не все как-то знают. И у волюска это бластуло выходит. Из яйца-то первая личинка это бластуло, со жгунчиками или с весничками. Вот это как? Значит, что обратно, что, ну, что ли, пошло? Это как бы было понятное, эти противоречия. И все вот это выводилось от турбелярии. И вот, если мы посмотрим, в палеонтологическом плане тоже получались какие-то несурадости. Вот в кембрии что, есть какие-то плоские черви, что ли? То есть такой понятик кембрийский взрыв. Вот в начале кембрия появляется масса всяких разнообразных животных. Ну, посмотрите, они какие-то членистоногие, у них метамиреи есть, конечности. Ну, конечно, вроде бы так плоские черви, они же мягкие вроде бы, но так отпечатки должны оставаться, полно отпечатков от других животных. Получилось, что в кембрии есть кто? Есть членистоногие, есть брофиофоды, есть иглокожие. То есть те группы животных, которых вы изучаете в конце курса зоологии, а не в начале. Как-то вот все наоборот. Ну, вот во второй половине 20 века на самом деле произошли очень важные события в палеонтологии. Удалось... Кембрия это ведь на самом деле очень недалеко. Жизнь на земле, биосфера существует не меньше 4 миллиардов лет. Кембрия это, по современным данным, ну, 540 миллиардов лет. И сразу вот эти все формы сложные в нем появляются. Но правда вот в палеонтологии произошло событие, и был открыт Венский период или Диакарский период. Ну, за рубежом в основном говорят и Диакарский период. Это такое местечко в Австралии Диакара. А в России говорят Вент, потому что вот Борис Сергеевич Соколов, который Вент как раз на Белом море в основном, первый Вент был найден в России. И очень богатый. И вот он назвал это в честь древнего наименования слова славян Венде и Венето. Вот Венский период. Финны, как вы знаете, до сих пор называют Россию Венете. То есть вот это вот название. Но тем не менее, что в Вене-то было обнаружено? А в Вене было обнаружено тоже, вот посмотрите, Венские отпечатки, они тоже представлены довольно сложными, во всяком случае метамерными организмами, хотя метамерия это такая своеобразность, метамерия со сдвигом, но во всяком случае, как правило, их интерпретируют как каких-то там кольщикых червей, плоских червей. Вот как-то так вот это вот получилось. Конечно, вот представление об эволюции, которая непосредственно, ну, такая макроэволюция, она непосредственно не очень наблюдаема, вообще не наблюдаема. Мы пользуемся со времен середин XIX века так называемым методом тройного параллелизма или методом такой филогенетической триады. Это вот сравнительная анатомия, эмбриология и палеонтология. У них тоже есть авторы этого метода. Это такой Луи Агасец, который был антидарвинистом, и Геккель, который был яро-дарвинистом. Вот они такие авторы вот этого метода. Но вот я уже говорил о некой научной революции, которая обычно происходит, потому что появляются новые методы, новые приборы, и никто не ожидал, но получается новый результат. Вот в конце XX века очень подешевели, мы простились, и стали абсолютно доступны методы чтения генетических текстов, то есть секвенирование в значительной степени благодаря проекту геномого человека, оно достигло очень больших его прогрессов, и стало доступным, дешевым. И вот к этому методу тройного параллелизма прибавился в виде такого вундеркинда, который, знаете, в шестилетнем возрасте обыгрывает гроссмейстеров. Вот метод молекулярной филогенетики, благодаря которому стали строиться филогени. И эти новые филогении, они совершенно не совпали с традиционной филогенией, вот той самой, которая показывалась на картинках предыдущих. А они какие-то стали совершенно необычные. Вот эти первые работы, ну, как выглядели, первые работы, появившиеся уже почти 20 лет назад, в них появились совершенно необычные объединения генетерально-симметричных животных. Например, как такое название, эти зазо, как сон, в который попали шлинистоноги, круглые черты, но при этом не попали аннелиты. И вот как сейчас выглядит представление о филогении билотерии. Как их можно представить? Получается, что вот таким образом. Посмотрите, здесь есть таксоны, которые, ну, вторичные роты нам понятны, они как бы остались и старой филогении. Вот появился таксоны дизазо, линяющие, которые попадают совершенно в непохожие разные группы животных. Скажем, видите, с шлинистоногими объединяются преапулиды и нематоды, и при этом, скажем, корчатые черви, они отрываются очень далеко от шлинистоногих. Они вообще к ним ничего общего не имеют. А это же таксоны артикуляты, это один из типов установленных в Кювье. 200 лет назад зоология пользовалась, 200 лет подряд зоология пользовалась таксоны артикуляты. И читая лекции по сравнительной анатомии, я тоже говорил студентам, что это искусство, не тип анновидности, а большой тип артикулята, шлинист. Так вот, оказалось, что нет этого типа. На самом деле, помещение щупальца, вы видите, вот получается, что щупальцевые животные, то есть брахеоподы, фарониды, ушанки, они, оказывается, сближаются с анновидами, с моллюскими, с тархофорными животными. Это, на самом деле, необычная вещь, потому что они, вообще-то, всегда сближались с вторичнародными животными. И в этом ситуации по-другому, получается, надо представлять себе и общего предка, белотеи. Потому что, посмотрите, вот сквозной кишечник, если мы посмотрим, вот сквозной кишечник, он есть где? Он есть у тархофорных животных, анновиды, моллюски со сквозной кишечником, щупальцевые животные, среди них, раненые шарки и часть брахеопод со сквозной кишечником, применяющие животных сквозной кишечник, у вторичнародных, за исключением афиур, там тоже сквозной кишечник. Значит, получается, что он четыре раза возникал, или все-таки был общего предка. Целамическая полость, вторичная полость тела, она есть у тархофорных животных, у молюзки, амириды, там всякие, уриды, сиквокулины, щупальцы животных, целом есть. У всех линяющих в эмбриональном развитии закладываются целамические мешки, недоверные, и у вторичного рода, естественно, тоже ваши кишечники, и ледки, и печенки, и все прочее, лежат в целамической полости, вот в вторичной полости. Ну что, вот он четыре раза возникал, целом, или в общих лет. Метамериды, соответственно, анмелиды, там, метамерные, ну, вам не придется как-то доказывать, но повинственное, что метамериды есть у, значит, щупальцевых животных, естественно, чилистоноки метамерные животные, ну, и вторичного рода и метамерные, каждый из вас, особенно кто помоложе, может, я-то уже не могу, но может провести, так сказать, по боку и ощутить свою метамерию. Мне это уже сложнее сделать, чем более, так сказать, молодым, членам, нашей аудитории. Так что тоже метамерия. Ну, и даже, я вам скажу, конечности, если понимать под ними, вот, метамерно расположенные выросты, это здесь есть, это вот параподии, здесь тоже, по-моему, они есть, чилистоноких, естественно, они есть, но и у вторичного рода они тоже есть, ну, в общем, это надо специально доказывать, но это можно показать, вот они ваши конечности, это не вот это вот, а вот это ваши пальцы, они соответствуют метамерным третажкам, потому что соответствуют птеридием, соответственно, вот хрящевых, накодышащих рыб, и, соответственно, они у вас сохраняются в виде пальцев в метамерной конечности. Тоже, значит, представление о том, что это четыре раза возникало, как-то вот оно маловероятно, и, скорее всего, все это было у общего предка. Белотерий, то есть, он выглядит, получается, довольно сложным предкам, и тогда становится понятным, почему и в венде мы находим метамерные животные, и почему кембрийские формы становятся, среди них так много метамерных форм с конечностями, ну, и получается, что тогда надо как-то представлять себе иначе происхождение белотерии от двуслойных организмов, то есть, трехслойных животных, обуслойных животных, и, конечно, такие концепции в арсенале сравнительной анатомии есть, и это, например, концепция цикломерного происхождения белотерии от кишечно-полосных перемешедших ползали на оральной поверхности, после чего, значит, соответственно, после чего щелевидный рот замкнулся и дал начало сквозному кишечнику, то есть, на самом-то деле, конечно, у кишечно-полосных то, что мы называем уж том, это никакой не рот, это ротоанус, он по-другому устроен и работает, а тут, значит, вот как бы единая структура разделилась на две структуры, собственно, на рот, на анус, ну, а, значит, карманы кишечной полости, карманы цилиндрова, они разделились на целом и на интерон, то есть, на кишечник, при этом цикломерное расположение стало метамерным, а, значит, щупаться дали начало соответственно метамерным расположенным конечностям. Это тогда находит объяснение вот это широкое распространение щелевидного гластопора и разделение рта на два отверстия, которые в прямом виде ломонолит, молюз, колкострот, эктогрубор, щелевидчный и сторонник, ну, и разные эргементы щелевидного гластопора широко распространены в имбириологии разного грудь животного царства, что говорит о возможном происхождении скважного кишечника кемфистамины. Ну, а что касается вторичной полости тела, то она таким образом является производной цилиндрова, то есть кишечной полости выслойных животных и, соответственно, бластоцель он становится соединительной тканью и превращается в полость кровеносной системы, а карманы кишечника становятся вторичной полостью тела, телома. Ну, и между теломом и кровью всегда есть такое важное отличие, которое, правда, вот, мы их картинках, которые приготовлены для публикации, поэтому не всегда хорошо заметны. Посмотрите, полость телома, она никогда не отделена от клетки полости телома никогда полости ничем не отделены, тут никакого барьера нет. Бластоцель он всегда отделен от всех тканей, он всегда отделен базальной пластинкой, под эпителем всегда есть базальная пластинка, поэтому полость гемоцеля, которая генетически связана с бластоцелью, она всегда имеется барьер, то есть всегда имеется базальная пластинка, которая отделяет полость гемоцеля от окружающих тканей. Только мезодермальные производные могут контактировать с полостью целом. Что касается гемоцелли, то любая ткань, любой зародышевый лист проток, и петодермальные, и мезодермальные, и эндодермальные ткани могут контактировать с гемоцеллим, с полостью кровеносной системы, но всегда не непосредственно, а только через базальную пластинку, ну вот скажем здесь лучше видно, вот, значит, целомическая полость, и вот выстилка целома, она представлена исходно аптериально-мышечными клетками, ну потому что все вы знаете, что полость кишки там у кораллов, гидры там, это же витериально-мышечные клетки, ну вот они тут, витериально-мышечные, а вот полость гемоцелли, полость кровеносных сосудов, она по происхождению, это первичная полость, это бластоцель, и она всегда будет отделена вот этой базальной пластинкой, и у беспозвоночных, как вы знаете, собственно, сосуды, как правило не имеют эндотелиальной выстилки, или имеется в некоторых только сосудах эндотелиальная выстилка, иногда неполная, ну за счет того, что амибоциты клетки, блуждающие клетки соединительной ткани, они, ну, оседают и дают иногда все эндоэпитерии, а иногда и настоящий эндотелий, который, впрочем, как я сказал, у беспозвоночных, ну, как-то не очень хорошо Обозревая общую схему билатерально-симметричных животных, их соотношения, ну, нужно сказать, что новая филогения, она не тронула, в общем-то, личнородных животных, и личнородные животные очень интересные, я им много интересовался, много переживал за них в своей жизни, ну, вот, мне придется про них, в общем-то, не рассказывать, потому что, в общем, они остались в том, что составят А вот, что касается линяющих животных и дезозор, вот ничего более отвратительного, мерзкого и поганого для нормального зоолога, особенно преподавателя, читающего лекции, быть не может Это настолько отвратительное объединение, настолько чудовищное и неприемлемое для нормальных людей, потому что приходится говорить о близком родстве, понимаете, таракана и аскориды и говорить о том, что таракан является родственником аскориды, рак является родственником аскориды, но при этом ни таракан, ни рак не имеют ничего общего с кольчатыми червями, и от них, значит, страшно далек к эволюционным отношениям И вот эти все новые построения, они никогда не будут приняты за ологами, до тех пор, пока, понимаете, они не будут подтверждены другими компонентами вот этой эволюционной тетрады, пока мы не найдем морфологические и эмбриологические синапоморфии, которые эти группы объединяют Что же объединяет эти дизозойные животные? Что же объединяет линяющие животные? Как ни странно, это, прежде всего, строение покровов В большинстве безпозвоночных свойственная покровность микроглярдной кутикулы Ворсинки и микроворсинки эпителиальных клеток выделяют белковую кутикулу и, собственно, тронизывают свой кутикул Такая кутикула может и должна оставаться гибкой, она может быть очень толстой, но она остается эластичной в течение всей жизни Если она тоненькая, через нее могут даже реснички располагаться Линять она не может, потому что при линьке неизбежно оторвутся вот эти микроворсинки и, соответственно, эпителиальные клетки разрушатся Дизозойная кутикула, она, в принципе, другая Там, на самом деле, есть микроворсинки Я сам их видел, это вот первая кутикула, скажем, не моток, которая формируется в эмбрион, она с микроворсинками Да и у насекомых первая кутикула, которая формируется, она тоже с микроворсинками Но они в эту кутикулу не проникают Кутикула формируется снаружи от этих микроворсинок Выделяется белковый матрикс, глюкозамин И глюкозамин там, значит, полимеризуется И дает начало вот этим хитиновым филаментам, которые располагаются такими вот этажами Ну и такая кутикула Раз она пропитана кутикулой, она может быть жесткая, и она часто является жесткой И она берет на себя функции, как вам в школе говорили, не только защиты, но и функции наружного скелета Слинстонокия это животное с наружным скелетом, к которому крепится мускулату И такая кутикула жесткая, поэтому расти она не может И должна периодически линять, что вполне возможно Потому что вегетериальные ткани, собственно, в эту кутику не проникают А сама линька регулируется выделением гормона эггтизона Который почему-то очень похож, что мы довольны, что мы на самом деле давно знали И у аскориды, и у таракана, и у речного рака Эггтизоны, они, в общем-то, как строго говорят, очень близкие, очень близкие И мне кажется, что вот такая кутикула эггтизозоидная, которая жесткая, покрыта сверху липидным Значит, вот этим условием, водоотталкивающим условием Она и формировалась, скорее всего, не в чистом водных условиях А, скорее всего, может быть, даже на границе среда обитания И в таком, будем считать, поэтическом воображении зоологов Зоологии же не вполне наук Поэтому нам не зазорно обладать неким таким поэтической фантазией Вот в моей фантазии получается, что вот это вот, понимаете, выползание Самых примитивных, извиня, не живущих Не только чинистонок, но вообще их дезазори Животных, мечехвостов На сушу, например, на длинную полосу для размножения Это как черепахи, которые плавая Морские черепахи, плавая в море, возвращаются на сушу для размножения Это как земноводные, как лягушки Которые вспоминают о том, что они водные животные во время размножения Они возвращаются на свое изначальное поле Что это такое? Я что-то не нажал Это какое-то вот такое вот явление Я подумал, а что ж тогда такое вот эта самая дезазорная акутикула? Ведь у многих беспозвоночных есть всякие трубки Трубки вот, защитные там теки, трубки, всякие домики Они тоже содержат хитин Вот только в трубках ленты хитина расположены вот так, не упорядочены А у артропод они довольно правильно расположены по этажам Такая вот такая вот холестерическая структура И вот у меня возникла такая миссия Давайте сравним обычную кутикулу с трубкой И в дезазорную кутикулу Посмотрите, вот это место обычной белково-полисахаридной кутикулы Пронизанной микролоксинками Вот она У дезазора А это вот хитинобелковая трубка А вот это хитинобелковая кутикула И в дезазорную кутикулу Понимаете, какую мысль я пытаюсь вам внушить? Я пытаюсь вам внушить мысль о том, что кутикула и дезазор Это приросшая к телу трубка Это приросшая к телу трубка Вот что такое кутикула и дезазор Когда появляется дезазорная кутикула Она берет для себя опорные функции Она становится наружным скелетом Какие функции выполняется он? Школьные учителя или университетский профессор Заставлял вас учить, какие функции выполняет вторичная полость тела Опорную, выделительную, половую Вот три функции целого вторичной полости тела Если появляется наружная кутикула Или наружный скелет Или вообще скелет То опорная функция переходит к этому скелету И целом сразу уменьшается в размерах Две остальные функции у него сохраняются Или хотя бы одна Потому что без размножения не обойтись Значит без ганат не обойтись Значит ганата всегда будет целом Но объем вторичной полости тела резко сокращается И получается, что целомические животные У них большая вторичная полость тела Но относительно узкий объем Гемоцель Первичная полость тела Гемоцель То есть кровеносная система Ну вы физиологи Я не знаю У нас тоже в общем-то целом не самый большой Потому что у нас есть хоть не наружный Но внутренний скелет Но все-таки я не знаю Какое соотношение жидкости Которую можно выкачать из целого То есть весной полости и кровеносная система Сколько там? Кровеносная система Литр 4 А отсюда наверное все сколько? Литра 10 Или 20 Можно выпить что-то Ну вот так А если вы возьмете там скажем Польчатого черня Или там Не знаю там Морскую звезду Или там Параниду какую-то То у нее конечно будет Большая очень Шисткость отъема целома И относительно малый объем Вот этой вот Жидкости в кровеносной системе А в дезозоне Животных ситуация совершенно обратная У них целом Сохраняется только в определительной И половой системе Или только в половой системе А вся остальная полость тела Это гемоцель Это кровь Вот вы на практикуме Вскрывали таракана Или этого рака Ну вот вы его вскрывали На практике И вот вы так открывали И там органы лежат Вот эта кишка лежит Там печень Они в чем лежат? Это что за полость в которой они лежат? Это кровь Кровь Это гемоцель Они валяются в гемоцель Они купаются в крови На самом деле Похожее явление Есть у молюстов У молюстов Развивается рака Она тоже опорная структура Это независимый процесс Они остаются Как раз формами Животными и все такое Но раковина то есть Мускулатура крепится к раковине А у некоторых раковина то какая? Ну вот У гастропод Она же вся прячется в раковине Или там Двустворчатый молюст Он полностью закрывается в раковине Раковина все закрывает Все Опорная структура раковина Ну и вот На практике Мы вам давали виноградную литку Вы ее разрезаете Скрываете И там тоже открываете Видите там Кишку Там вот эта половая система Мешок любовных стрелок Это в чем Все лежит Ну это уже Полость какую-то попали Это что за полость? Кровь 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 Это вы попали В кровь Это на самом деле Гемоцель То есть у моллюсков С раковиной Гемоцель обширный А Силамическая система Где? В перекарде Которые Это выделительная система В перекарде Открываются Ворота И Соответственно Иногда Ведь что приходится делать? Иногда Допустим Грустворчатую моллюску Скажем Вот Примитивную Портобраку Надо в грунте копаться Нужно Ногу Нога у них основной Они Надувают ногу Цепляются Зубчатыми краями И подтягиваются Ну Втянуть ногу понятно как Мускулатура А вытянуть как? Выдавить то ногу как? Кровь туда накачивают Целон то уже редуцирован Обратного хода Революции не имеют И они вынуждены туда Накачивать кровь Вот Жидкость гемоцель Они туда Накачивают Потому что Ну вот Уже все Ради И вот Есть отличия Я еще раз буду Посмотрите Как Целон от гемоцель Поглядите Вот Целонические желания Смотрите Жидкость целома Она Всегда ограничена Только Мезодермы Полость целома И ничем От этой Окружающей ткани Никакого здесь Барьера нет Нету здесь Ничего Вот целом Ничем С клетками Прямо контактировать Жидкость гемоцеля Может контактировать С кем угодно Гемоцель Он со всем угодно Вот тут С эктодермой Тут с мезодермой Тут прямо с кишкой Но не прямо Вот эта Синенькая Полоска Это Базальные пластины Это Барьерная функция Белки Через нее Не пройдут Клетки Если они специально Не приспособлены Для того Чтобы Прорезать через базальные пластинки Как там делают Некоторые Они Не пройдут То есть Есть всегда Барьер И не все вещества А через базальную пластинку Идут Между Гемоцелом С ломом Этого физиологического Барьера В дизозор входит очень разный живот Куда входят всякие нормальные членистонологи с ножками Всякие Типа Лобопот Это анихофоры Уже у которых членистых ножек нет А так Такие Мягкие ножки И вообще червеобразные дизозоры Всякие головохоботные черви Волосадьки Которых я тоже считаю головохоботными червями Хотя весь мир их не считает И почти весь мир Ну Это его способ А Значит И круглые Соответственно черви Которых весь мир почему-то приближается с волосадьками Я не знаю Вот Как эволюция шланги Понимаете Вот сто процентов Люди считают Что все от червей Все от червей У нас это вот Понимаете Червивый национализм Этот вот Червивый вот этот вот Национализм Что все от червей Вот это Вот сколько Видите Все вот построения всегда Вот от червей Там развивались Шло процессы артроподизации Вырабатывались ножки Ну вот я так не думаю Потому что Вот это все живет на поверхности субстрата Вот это живет в подстилке А вот это в толще Грунта В толще субстрата А когда вы залезаете в толщу грунта Ножки не нужны Они мешают Всякие ножки редуцируются Когда вы залезаете в толщу субстрата Тот кто знает Помнит зоологию Помнит что У ратных полихет Хорошие параподии А у седентарных Только там Пучочки щетиночек И все И у У Позвоночных То же самое Вот Я вам для примера Позвоночных Все понятны Наземные Амфибии Там скажем Саламандры Тритоны Имеют ножки Хорошие А Червяги Гимнофионы Живущие в толще Грунта Вы их видели Червяк Кто видел Дождевые черви Их не отличишь У них даже Носички Эти скользкие И вот такие Вот они Потому что в толще Грунта живут Уверяю вас Вы думаете Змеи Они тоже Вели подземный Образ жизни Ну В верхнем слое Кочек Почему? А веки Сросшились Ну Змеи же Веки сросшились Чтобы Это Не попало Это Вот Они тоже Исходные Это потом Когда динозавры Вымерли Вот Можно было Начать расти В размерах А так Это Дождевые черви Поэтому Скорее всего Вот Путь Эволюции Мне кажется Вот Обычно Вот Это Наш червивый Национализм Он Идет От Червей Нет Скорее всего Вот так От Эпибионтных Сменистановки Или Ну Каких-то Недомерных Форм с конечностями Эстрадобионтам Живущим в толще Таких Вот Матах Там Водорослей Или Отстилки Вот такой Толще Грунта И при этом Идет И И вот Соответственно Преобулины Которых Конечно Российские Зоологи Хорошо знают Эмиградцы Хорошо знают Все работают на Белом море Так Или иначе Вот Эти дизозойные Организмы И кстати Титиновые Этикулы Линяют они Повсадите Преопулеса Не кормите Месяц Он вам обязательно Перелиняет Вот Вот Он Горится В толще Грунта Как Рецепт Это Гидравлическая Локомонция Надо Перекачивать Жидкость А Целон Редуцирован Когда Хитиновый Покров Редуцированный И что такое Полость тела Преопулины Сколько Зоологи Спорили По поводу Полости тела Преопулины Целон Или что Это обширнейшая Полость тела Но это Гемоцель Он всегда Отделен от окружающих Тканей Базальной Пластинкой Базальной Пластинкой В этом гемоцеле Кстати Плавают Эритроциты Так На всякий случай На самом деле Хотя Могло бы так и не быть Но он живет В таких своих грунтах Что все-таки Надо иметь Эритроциты И вот он имеет Эритроциты Живущие организмы Мелкие И никакой На самом деле Полости тела у них нет Я сам занимался Момотодами Органы Очень тесно Прижаты друг к другу Ну У больших Конечно Скорей Полость Большая Часто полость Но вы посмотрите Эта полость тела Всегда Вот этот Я нарисовал Это картинки Деостантьев Который Со своей Ученицей Писал Часть картинок Нарисованным Малаховым Они такие Пёстые Липоватые И она их Презирает И она рисует Более нежные Картинки И вот у нее Базальная Пластинка Такая нежная Поэтому Задних ледов Не видно Ну Потому что У меня там Синяя Грубая Неэстетичная И вот Все органы Они всегда Отделены От полости Тела Базальная Пластинка Эта полость Тела Может контактировать С эпидермисом С мускулатурой С кишечником Это гемоцель Как вам Не кажется Вам Получившим Нормальное Циологическое Образование Как не покажется Вам Этическим Полость С тела Аскарин То что вас учили Первичная полость Схизоцель Псидоцель Это гемоцель Это гемоцель Это гемоцель Грубо говоря Это кровь Аскарин Это полость Гомологичная Полости Кровеносной системы И вообще В животном царстве Две только И полости Есть тела У белотыли Цилом и гемоцель И все Прекратите разговоры Про всякие Схизоцели Псидоцели И все прочее Есть две полости тела Цилом и гемоцель И все А где цилом Где цилом А вот цилом остался только Половой системы А тут вот нарисована Половая трубка Посмотрите Снаружи Это базальная пластинка А внутри Это и есть цилом И даже Выслана она Эпитериально-мышечная клетка Как и положено быть Ганада Не вот тут Изнутри Эпитериально-мышечная клетка Как и положено быть Эпитериально-мышечная клетка Ну В новой филогении Появилась вот эта группа Клофатрахозо Вот еще Даже чуть раньше Холанч В 94-м году В головой совсем Когда был Вот он Предложил эту группу Ну Тоже нужна какая-то синопоморфия Вот Логическая синопоморфия Как я ее презирал Как я всю жизнь ее презирал Вот она Это щетинка Вот Вот щетинки Вот эти вот щетинки Которые формируются Единственные клетки Хитобласты Которые Микроворсинки Щетинки Внутри И она Как скульптора Вот Скульптор пальцами Формирует Махологию Щетинки Здесь так Что Внутри Пальца И вот От нее остаются От этих Щетинок Вот эти следы Вот Любая щетинка Вы ее разлижете Не всегда Есть вот эти Каналы Идущие Это след Вот этой микроворсинок Этой большой Единственной клетки Хитобласты Есть это Только Уолка Нигде больше В животном Царстве Этого образования Нет Можно не иметь Членистых конечностей Можно иметь Просто бугорочки Снабженные щетинками Разной формы И так Ползо И так Передвигаться Если Лафафарады Это три группы Брахиопода Фараниды Брахиоподы Фараниды Мушанки Ну Брахиоподы И тоже Ленинградские 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 Ленинградные Беларьи Живые Знают Вот Вот Экемпериональное Леченочное Развитие Знаете Вот Парактор Развития В 80-м 90-м году Стал Поветен Примитивный Брахиопод Личинка Брахиопод На самом деле Имеет Паракоз Это Три пары Сегментов И три пары Щетинок И вот Она Примитоморкозе Смотрите Вот так Складывается Вот так Вот так Складывается И вот эти две раковины Которые мы называем Спиной Брюшной Как легко догадаться Спинная вот тут вот А брюшная вот тут вот То есть Они обе на самом деле Спины Просто Одна передняя Другая Задняя Ну Это вот Так трудно объяснить Я вам сейчас вот Карикатуру Нарисую Только вы не сниметесь Вот Понимаете Как Это получается Вот Одна И вот Вот Таким образом Происходит Метаморфоз И даже понятно Как это могло Сформироваться В эволюции Без какой Палатки Это вот Скажем Защитная Палатка Это вот Ну вот Такое Складывание И вот Как защитная Реакция А затем Вот Жизнь в складывающем состоянии Да Так Фараниды Ну как-то Мало их знают На самом деле Действительно Видов мало Всего видов Наверное Взрослых Видов 12 А личиночных Видов Легче поймать Их Видов 20 25 Но довольно они могут быть многочисленными. На Дальнем Востоке, в заливе Петра Великого, плод здесь может быть 100 грамм, для массы фарадид может быть 100 грамм на квадратный метр. У них действительно очень красивые личинки, долгоплавающие, такие актенотрохи. В Беломуре есть один вид фарадид. Мы нашли, армонисовались. Правда, маленькие личиночного развития. Личинка в полости. А так они долго плавают в полости воды. И вот у них такой метаморкоз, когда на брюшной стороне получается такой вырост, и в этот вырост втягивается кишка, и главная очередь тела становится... Ну вот, если это не абсурдно, вот этот вот. И вот этот вырост будет... Вот этот вырост и будет... Это вот главная возраста. То, что я вам написал карикатуру, но вы не смеетесь. А передней задней, она получается совсем маленькая. Ну что, ну, в общем, сидячий образ жизни. Ну и тоже вот можно представить себе, как такое благостроение могло зарываться в эволюции. Это вот зарывание грунта при опасности, мускулистой брюшной подошве, вот как у моллюсков есть брюшная подошва, можно не зарываться. Ну, мусорки, например, зарываются. И вот мог такой план возникнуть. Ну и, наконец, страхоформные животные или спирали. А тут со синопоморфими все понятно, это... Значит, вот они очень разнообразные, конечно. Тоже внешние моллюски, футбелярии, почты, эфирами и мертины, там, психокуиды. У них есть общая синопоморфия, это спиральное дробление. Очень одинаковое, очень специфичный тип развития, когда у очень разных животных, скажем, нериса и рудовика, одни и те же простомеры дают одни и те же орли. И вообще, так скажем, вот цивилизмическая волоска происходит всего из двух клеток, то есть из нервальных телобластов, которые сохраняются, например, и у тупбелярии плоских черепей. Вот это картинки моей работы по развитию поликла, в тупбельской кишечнике, вот эти самые мезоморсты закладываются хорошо, и вот это личинки, которые скапсула, которые ставятся на другую планету, откидывается люк, нарезают личинки и начинают плавать. Ну и, конечно, возникает вопрос, как быть с микроскопическими роговодными животными, у которых личинок нет, у мелких животных не может быть личинок, и могут себе позволить наружного удовлетворения, могут позволить себе личиночное развитие. Часто у них действительно сохраняется геницелома, гемоцель, то есть первичная полость, генофилит, калаврата, они тоже попадают в спирали. А как они могут произойти? Конечно, это, на самом деле, как прогенетические животные, то есть... Вот с ними, вероятно, не пропавленная картинка. А, вероятно, это прогенетические формы, но вот так. Ну, новая филадинья. Вот, понимаете, я начал разговор-то с революцией. Ну, понимаете, если я начинала настоящая научная революция, то у нее все-таки есть некоторые черты. Одной из особенностей должна быть вот такая вещь, как, понимаете, неправильно, если вам кто-то будет говорить, что вот существует новый взгляд, а все старое выбросите, это все устарело, выкидываете это все. Это что-то подозрительно. Понимаете, структура научных революций такова, что те знания, которые работали и работали хорошо, служили науки и практике десятки лет, иногда больше, они не могут быть просто выкиданы. Они как-то должны быть инкорпорированы в новую систему знаний. На самом деле это все существует и в новой, не классической филадиньбе. Потому что, посмотрите, а это разделение на первичнародных и вторичнародных, оно есть? Ну вот же, вот вторичнародных, а это что? Это первичнародных. Так что вот, сохраняется единство, например, с первой алиной. То есть многие положения это классические филогении, они включены вне классической филогении. Почему мы поверили вне классической филогии? Ну, она решила многие проблемы. Понимаете, раньше было классическое, ну, непонятно, ну, что получалось. Вот в Турбелярии у них спиральное дробление. Потом над ними какие-то суточнополостные червь. Потом, значит, аннелиды малюсские. А у них снова спиральное дробление. Оно что, сначала исчезло, потом появилось что-то? Вот она решила многие вопросы. Объяснила, почему, скажем, у аннелидов есть спиральное дробление у трахофора. А у ближайших родственников, точнее старогих, никогда никому не удалось. И сколько я тоже сил пократил в попытках. Как-то там в развитии нематота, внаружи. Вот спиральные черты. Статьи на эту тему писал. Ну, ничего хорошего из этого не получается. Ну, в эфилогении все эти противоречия разрешили. Но нельзя сказать, и это тоже признак. Если вам кто-то скажет, вот сейчас все ясно и никаких неясностей нет. Это тоже какая-то подозрительная. В новом эфилогении есть неясности. Ну, например, в бескишечных турбеляриях. Ясно, что это не турбелярия. Современная эфилогения ставит бескишечных турбелярий как сестринскую группу ко всем пилотенкам. Ну, как бы базальная группа получается. Ну, как-то, понимаете, вот у них тоже внутренние оплодотворения, прямое развитие, страшно измененные эфилоги. Потому что как-то от морфологических соответствий тут получается какая-то загадка, какая-то нерешенная проблема. Псенотурбелиды, довольно крупные такие турбеляриообразные формы. Вот они по молебулярной филогенистике иногда, правда, не у всех, так получается, группируются с вторично-ротами. Может быть, это феномен притяжения длинных ветвей, но, в общем, все это умеют уже как-то. Вот получается, что по некоторым данным они вторично-ротами, а морфология и развитие никак это не подтверждают. Так что положение к сенотурбелиду тоже вот как-то загадочное. Ну, и с хитогнатами. Хитогнаты и в старой-то филогении не очень щетинко-чебесные находили себе место. Ну, как-то их все-таки ставили поближе к вторично-ротаме. Новая молекулярная филогенетика, она отодвинула хитогнат со старого места, но нового места им, в общем, так и не нашла. И на это все вот закрывают глаза. Это как раз свойственно любой парадигме. Двигаться вперед все-таки, но закрывая глаза, не останавливаясь, не концентрируясь на вот таких насуражностях. Так что, на мой взгляд, эти вот неясности, они будут источником роста, источником, может быть, новой парадигмы, которая сломает то, что стала не классической, так сказать, филогенетикой. Что, наверное, нормально. Даже если зоология не очень наука, то она таким образом... Это хорошо, что есть такие несуразности. Она будет развиваться, она не будет останавливаться. Шоу-маст-гоу! Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, да, начнусь так. Во-первых, вопросы предпочтительные от школьников. Конечно, могут все, но первые школьники задают. Так? И второе, мы немножко задержались, но если Константин Ильич не возражает, на пять минут. Да? Хорошо. Значит так, школьники, вопросы. Плохо. У вас уникальная возможность поговорить с уникальным человеком, между прочим. Так что вот зря вы. Хорошо. Да, не школьники. Ирина Германова. Очень интересно, но детский вопрос. Вот вопрос от школьников. А что же такое общий предок? Остался квадратик за кадром. Как вы себе это представляете? Логика общая понятна, но из этой логики, наверное, можно вернуться немножко назад. Ну, мне представляется, что, вот, понимаете, вот, как бы, в происхождении белотелия есть три группы концепций. Одна группа концепций – это турбилярно-планулоиды, которые, ну, как бы, выводили от фагоцитела бескишечную турбилярию, от бескишечной турбилярии всех остальных турбилярий, а от турбилярии всех остальных белотелий. Другая группа концепций, она в немецкой науке свойственная, это целоматная концепция, она выводила белотелий от, полипов с четырьмя карманами, ну, как вот тут полипов произвел. Мне кажется, что, ну, вот, вся эта логика, она приводит нас к такой вот концепции, что ли, белотерально-симметричного кишечно-полосного, то есть кишечно-полосного, ползающего на оральной поверхности, он никогда не был полипов, он изначально ползал на оральной поверхности, он оставался кишечно-полосным, с щелевидным ртом, с метамерным цилинтероном, вот, и именно от такого белотерально-симметричного ползающего кишечно-полосного произошли, с одной стороны, сидячие кишечно-полосные, у которых вторично развелась радиальная силинтерна. Это вот еще одна юридическая мысль, которую я вам тут вот внушаю, что, например, к недаре исходно белотерально-симметричный организм. И у них она утрачена, эта белотеральная симметрия, в связи с прикрепленным сидячим образом жизни. Все кораллы, все кораллы, все белотерально-симметричные. Нет ни одной группы кораллов, у которых была бы радиальная симметрия. В учебниках говорят, вот радиальная симметрия и все такое. Ну, все кораллы, они все белотерально-симметричные. А вторая ветвь – это вот белотерии, у которых произошло смыкание краев щелевидного гластопора и обособление, то есть амфистомия – это способ такой происхождения сквозного кишечника, и обособление карманов кишечника. Так что примитивный белотерия обладал сквозным кишечником, обладал целомом, причем метомерным, и даже, скорее всего, обладал метомерным количеством. Вот как он выглядит. Спасибо. Давайте короткий вопрос. Юрий Петрович. Спасибо. В вашем весьма интересном для физиологов докладе. В названии у вас звучало о зоологической симметрии, о развитии зоологической симметрии в процессе эволюции. Мой вопрос, наверное, сводится, насколько коррелирует зоологическая симметрия и структурная симметрия? В названии доклада «Симметрия только гелатерально-симметричных животных» было, да. Вот что такое структурная симметрия этого? Что это? Ну, структурная симметрия – то, что вы показывали. Вы показывали структуру, вообще говоря. В зоологическом атмосфере. Давайте как-то персонально попробую поговорить, потому что не так сложно. Ну, хорошо, ладно. И второе – с изменением, ну, скажем, зоологическими изменениями, происходит и функциональные изменения. Как коррелирует функциональная эволюция или функциональные изменения в организме с зоологическими изменениями? Или есть какая-то связь или нет? На моем уровне знаний связь абсолютная. То есть, понимаете, у меня в области физиологии знания, естественно, очень поверхностные, неглубокие. Но вот на этом неглубоком уровне знаний здесь абсолютная корреляция. То есть, конечно, морфологические изменения, перестройки систем, органов, появление, скажем, новых полостей, новых каких-то структур, нового структуры кишечника, скажем. Но я еще раз говорю, вот кишечник, кишечнополостный, никакой руд кишечнополостный, никакой не руд. Это ротамус, это другая, другой орган совершенно. Можно его по-латыни называть, там, не знаю, стомопроб, если хотите. А появление, скажем, снова кишечника, совершенно меняет функцию. Потому что есть одно отверстие для приема пищи, другое для уделения непереваренных остатков. Дает возможность разделить кишечник на зоны переваривания и многих других таких вещей. Так что корреляция полная. Наверное, возникает масса вопросов, если мы углубимся куда-то на другой уровень. Ну, эти вопросы, так или иначе, когда-то будут разрешены выглядательными, экспериментальными методами. А на поверхностном уровне корреляция полная. Спасибо огромное. Добавил субтитры DimaTorzok